Теплое время года – это не только период отпусков, отдых в жарких странах и на природе, но и период распространения насекомых. Некоторые из которых являются переносчиками опасных заболеваний, человека с тяжелыми проявлениями и в некоторых случаях даже с летальным исходом. Как провести отдых на природе, избежав укусов паразитов, выяснили Тина Капачевская и Игорь Ванчугов. Клещи – это, пожалуй, единственное, что может омрачить отдых на свежем воздухе. Теплое время года – это период особой активности клещей. При укусе человека они переносят вирусы или бактерии, в результате чего могут развиться тяжелые заболевания – клещевой энцефалит, болезнь лайма, крымская геморрагическая лихорадка и многие другие. Так называемые клещевые инфекции протекают тяжело с лихорадкой, кровотечениями, поражением нервной системы, сердца и суставов. В 35% случаев клещевые инфекции заканчиваются смертью. В 2014 году на Кубани было зарегистрировано 90 случаев крымской геморрагической лихорадки, в двух из которых люди погибли. Чтобы отдых на природе был безопасным, необходимо соблюдать несколько основных правил. Выезжая на природу, одевайтесь в светлую одежду, на которой видно клеща. Штаны заправляйте в носки, куртку в штаны, рукава перевязываете на запястьях, волосы должны быть прикрыты головным убором. Периодически осматривайте друг друга, чтобы снять прикрепившихся клещей. Стоянки и ночевки в лесу предпочтительно устраивать на участках лишенных травяной растительности, на песчаной почве. Клещи могут попасть в дом через одежду, с полевыми цветами, в шерсти домашних животных, которых тоже надо периодически осматривать. Место обитания клещей в основном – это трава и высокие кустарники. Если вы вдруг обнаружили на теле клеща, необходимо немедленно обратиться в лечебное учреждение. Там его правильно извлекут и обработают место поражения. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности при отдыхе на природе. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова